Всем привет! В эфире Универа Ньюса, в студии Карина Саяхова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Как соцсети манипулируют людьми? В КФУ обсудили социально-политическую ситуацию в Татарстане и в России. Сотрудники КФУ выразили благодарность университетской клинике. В Казанском университете прошел прямой эфир, посвященный манипуляции соцсетей, поведением молодежи и цифровой след как новая реальность. Какие темы поднимались во время прямого эфира и на какие вопросы ответили гости студии, узнаете в следующем сюжете. Гостями студии прямого эфира, посвященного теме манипуляции соцсетей, поведением молодежи и цифровой след как новая реальность, стали проректор по общим вопросам Решат Гузейров, директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Михаил Абрамский и заведующий кафедры конституционного и административного права Евгений Султанов. По традиции, ведущим прямого эфира стал Леонид Толчинский, декан высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Основной повесткой на собрании стал вопрос, как соцсети могут воздействовать на современную молодежь, и тот факт, что любое действие в интернете не остается незамеченным. Надо сказать, что последние события в США, где социальные сети заблокировали действующего президента Трампа и волнения, связанные с движением Black Lives Matter, которые также во многом инициировали социальными сетями, не могли не подвести к мысли о том, что появилась сила, способная манипулировать людьми на очень высоком уровне. А влияние этих социальных сетей на молодые умы и цифровой след, оставленный ими в виртуальном мире, и шел разговор в студии телеканала Универ ТВ. Ну, надо понимать, что то, что мы как бы сделали, то, что мы написали в сети, оно остается. Для нас мы написали пост на стену, и все. А информацию можно сохранить, во сколько мы это сделали, под влиянием каких других, какие мы страницы до этого посмотрели. И, конечно же, некоторые сайты, они сразу говорят, мы этого не делаем, ребята, точно, и некоторые даже сертифицируют программный код, но это не касается очень многих приложений, поэтому тут надо все-таки быть готовым к тому, что, ну, в принципе, информацию, которую мы оставляем, и цифровой след тоже, то есть вот мы пошевелились, и наше шевеление очень легко можно записать. Также вопросом, вызвавшим обсуждение, стало то, что через соцсети молодежь призывают к тем или иным действиям. По словам проректора, по общим вопросам, всегда нужно думать головой перед тем, как что-либо делать, особенно если вас в социальных сетях призывают к массовому какому-либо действию выходящего из зоны правового поля. Наша молодежь, если к ней идет обращение и ею пытается манипулировать, наверное, на самом деле нужно, в первую очередь, включать голову, нужно думать, для чего все это делается, как это делается. Если человек взрослый и себя ощущает взрослым и личностью, в первую очередь должен думать, чтобы, имея свои какие-то политические цели, он должен эти цели именно пестовать, должен их обращать в рамках правового поля. Потому что человек должен понимать, что если он в чем-то участвует, он должен понимать, что за какие-то такие действия он может понести ответственность. Когда мероприятие не сенсационировано, поймите, здесь, наверное, и государство будет какие-то меры принимать, потому что непонятно, для чего это делается. Возвращаясь к теме молодежи и интернета, Леонид Толчинский выразил опасение, что многие молодые люди просто до конца не сознают серьезности ситуации, относятся к этому достаточно легкомысленно. Какая-то часть и школьников, и студентов, вообще молодых людей в целом, они смотрят на такого рода приглашения, на такого рода манипуляции своим сознанием, как на возможности хайпить. Какие-то фотографии, потом будут лайки. Означает ли, что он идет с этим соображением, а что не потусить-то, пригласили по приколу? В свою очередь, Евгений Султанов отметил, что организаторы незаконных мероприятий понимают, что своими действиями могут привлекаться к ответственности, однако стараются найти манипуляционные ходы через соцсети, которые, на первый взгляд, не являются путями призыва. Организаторы должны в данном случае помнить о том, что призывая любыми способами к участию, они тем самым участников вовлекают в незаконную акцию. Если участие в незаконной акции не согласовано, то, безусловно, за этим следует и административное, а если там будут какие-то еще и беспорядки, насилие и так далее, то и уголовная ответственность. Поэтому здесь, как говорится, хайпануть и потом сказать, что я просто рядом где-то, так скажем, стоял и никаким образом не участвовал, оно не получится. Вот в чем вся проблема. В завершении эфира Леонид Толчинский подытожил, что лучший способ среди молодежи выразить свое мнение – это сходить на выборы. Вот очень хороший способ выразить свою позицию – пойти проголосовать. Выборы в этом году будут выборы. И мы всегда фиксируем, что молодежь хуже всех голосует. Вот это радикальный шаг. И полную версию прямого эфира можно посмотреть на YouTube-канале Универ ТВ, а также в группе ВКонтакте. Председатель Общественной палаты Республики Татарстан Зелия Валеева прокомментировала неприятную ситуацию, связанную с активно распространяющимися по социальным сетям призывами к несовершеннолетним с целью привлечения к участию в несанкционированных акциях. Ситуация эта вызывает сильное беспокойство родителей. Хотела бы, чтобы все-таки ребята молодые все-таки прежде всего думали своей головой. Прогвокаторы, они на то и провокаторы. У них есть и спонсоры, и укрытие. Они точно не пострадают. Подлость этой истории в том, что организаторы, они спрячутся. А вот ребята молодые, ведь в конце концов, могут их остановить. Состоялось расширенное заседание экспертного совета по общественно-политическим и одноконфессиональным вопросам при Казанском университете и Межвузовского координационного совета Республики Татарстан. Все подробности далее. Экспертами на заседании выступили президент некоммерческого партнерства Национальной лига специалистов по связям бизнеса и государства Марат Баширов, председатель Общественной палаты Республики Татарстан Зили Валеева и директор агентства массовой коммуникации «Теория Дарвина» Владимир Кутилов. Повесткой дня стало самочувствие населения республики. По результатам опроса жителей Татарстана наиболее всего волнуют низкие зарплаты и пенсии, высокие цены, безработица, очереди в поликлинике, тарифы ЖКХ и общественный транспорт. Однако в целом почти 64% опрошенных удовлетворены состоянием дел. И, конечно, в основном мы соответствуем трендам федеральным, общефедеральным, с той лишь поправкой, что у нас всегда чуть выше оптимизм, чуть выше удовлетворенность, чуть выше результаты работы местных властей. Люди оценивают при, в общем-то, тех же трендах и с точки зрения роста, и с точки зрения падения. Также обсудили и предстоящие выборы в Государственную Думу. Отношение населения к лидирующим партиям страны. Было отмечено, что конкуренцию традиционным партийным проектам составляют теперь различные движения, фонды и некоммерческие организации. Тот же проектный принцип ставят во главу угла, но при этом не претендуют на политическую власть и, соответственно, будут себя презентовать как человека, который не просит у избирателя квартиру, депутатскую неприкосновенность, зарплату, автомобиль с мигалкой, но будет также решать вопрос, связанный с экологией, с дорожным строительством и прочее. Вот это надо учитывать. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универтньюз. На имя ректора Казанского университета Ильша Дагафурова поступило письмо от профессора Института физики Линара Тагирова, проходившего лечение во временном госпитале для больных коронавирусом университетской клиники. В нем содержатся слова благодарности врачам и среднему медицинскому персоналу. Также поступили и другие сотрудники Казанского университета. Я бы хотел в первую очередь поблагодарить руководство института, ректора и руководство клиники за то, что они хорошо организовали работу. Потому что все-таки как директор инженерного института я больше внимания обратил на аппараты ИВЛ. И, конечно, наличие, допустим, у нас в нашей клинике аппаратов импортного производства, которые не столько ИВЛ, сколько для поддержания, но они четко умеют поддержать влажность воздуха и температуру. И это многих выручало. Я вот был, как сказать, в привилегированном положении, в том смысле, как сотрудник университета. Почему я благодарю руководство? Не только за себя, а и за сотрудников других. То, что наше руководство приняло решение такое, чтобы мы лечили в собственных клиниках. Все было. Лекарства, кислород, все. Ну, в общем, и самое главное, девчушки там, такие заботливые молодые девчонки. В общем, я хочу искренне их поблагодарить. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. Я желаю вам хорошего дня. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok